Шесть вещей, которые нельзя делать на рыбалке в марте в береговой зоне, чтобы быть всегда с рыбой и всегда с уловом. Первое. Нельзя светить лунки на мелкободье. Свет, попадая на дно водоема, пужает всю рыбу. После того, когда пробурили лунку, не доставайте из лунки весь снег и лед. Потом при помощи ручки черпака либо палки сделайте отверстие и пропихните туда мормышку с насадкой. Второе. Нельзя сделать одну лунку на мелкободье. Лучше делать сразу пять и шесть лунок. В том плане, что один раз нашумели и всё. Потом всё тихонечко поспокоится. Огромное количество рыбаков делают по одной лунке. Сначала одну, не клюёт. Потом вторую, третью, четвёртую по переменку. Тем самым добавляя всё больше шума в одну и ту же местность. А потом удивляются, а почему не клюёт. Нельзя сразу валить прикормку в лунке. Сначала нужно убедиться в том, что в лунке есть рыба. То есть сначала нужно все лунки обловить. И уже потом в тех лунках, где были поклёвки, добавить прикормки. Твёртую. Нельзя валить в лунки от души прикормки. Не нужно забывать, что из активной рыбы легко сделать в марте пассивную рыбу. То есть та пассивная, которая не клюёт ни на какие насадки. Валим прикормки понемножку. Добавляя небольшими горсочками, по чуть-чуть небольшим интервалом. Минут 25-30. И пятое. Нельзя отправляться на рыбалку с одной насадкой. Не будем забывать, что марта это по старому календарю. Всё ещё пока зимний месяц, не апрель. Лучше всегда иметь в ассортименте хотя бы 2 или 3 насадки. И шестое. Нельзя отправляться на рыбалку в марте. Береговую зону с одной парой ножей. Потому что будем мы в береговой зоне. И, как говорится, чем чёрт не шутить, можем легко и без напряга влезаться ножами во что-то. Будь то камень, топляк, либо даже тот же самый песок в косе. Лучше иметь всегда при себе хотя бы одну пару запасных ножей. В том плане, что если посадим одна, одну у нас хотя бы будет вторая. При помощи которой мы уже в дальнейшем сможем продолжить рыбалку. При помощи одной пары, которую мы посадим, рыбалку придётся закончить.